Девушки отдыхают Теперь ученые вынуждены признать, изученный геном человека – это всего лишь верхняя часть айсберга, базовая схема развития организма. Она содержит информацию о нашей внешности и наследственности, а главная программа, отвечающая на вопрос «кто мы и откуда?» еще не расшифрована. Будет Нобелевская премия, конечно, но на сегодняшний день таких алгоритмов не существует, хотя я знаю, что разработки ведутся и уже давно. Доктор биологических наук академик Петр Горяев заявляет, наши гены – это своеобразные антенны в космос, и главная их задача – получать из Вселенной информацию. Это информация, которая мигрирует между планетами Солнечной системы, за пределами Солнечной системы. Вот что это такое, вот куда это ведет нас. Последние несколько лет ученый изучал нерасшифрованную часть человеческого ДНК и пришел к любопытным выводам. Оказывается, гены можно услышать. С помощью особого лазерного биокомпьютера специалистам удалось зафиксировать звуки, которые издают молекулы ДНК, когда их облучают лазером. Это явление Петр Горяев положил в основу своей теории волнового генома. Среди бесконечного набора самых разных колебательных состояний ДНК, то есть звуков фактически, да, возникают повторяющиеся, которые можно сравнить так, чтобы было проще, да, вот песенка, а в песенке есть припевы. Специалисты уверяют, по звукам, которые издают облученные клетки, можно определять заболевания задолго до их проявления. Значит, вот онкологические заболевания, с помощью вот геномных исследований выявлены ряд генетических маркеров, которые являются диагностическими. То есть с помощью их можно заранее предполагать, что очень высокий риск заболевания и принять какие-то меры. Биологи провели уникальный эксперимент. Они поместили образцы ДНК в специальные емкости и раздали их трем десяткам добровольцев. А затем с помощью видеороликов заставили участников опыта переживать сильные эмоции. Результаты буквально потрясли ученых. В зависимости от чувств, которые испытывал человек, ДНК изменяла форму. От приятных переживаний она удлинялась, увеличивая свой потенциал. А от негативных, наоборот, сжималась, выключая часть генов. Это говорит о том, что вот даже там взаимодействие людей между собой, какие-то наши реакции, они буквально химически изменяют нашу внутреннюю среду. Позже подобный эксперимент был проведен на пациентах с диагнозом ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Оказалось, что приятные эмоции повышают сопротивляемость организма к болезни в тысячи раз. Медитация, погружение в спокойное состояние, создание такого внутреннего покоя, оно позитивно влияет на наши гены. И так же, как стресс влияет на то, что от них гены включаются или выключаются, а также состояние медитации, покоя, определенного эмоционального состояния, влияет так, что, да, эти соотношения включенных и выключенных генов может измениться, и даже болезнь какая-то может уйти. Так может, с помощью особых духовных упражнений и медитаций мы не только избавимся от проблем со здоровьем, но и перепишем свою судьбу? Вот что такое сознание, как оно может управлять метаболизмом. Люди, которые свято верят, что сейчас я благодаря, так сказать, Отцу Небесному вылечусь, они вылечиваются от спида, от рака, от чего угодно. Вот что такое сознание. То есть клетки соображают, в том числе, естественно, клетки коры головного мозга. Но чем объяснить этот феномен? Академик Петр Горяев считает, что клетки нашего организма связаны особым энергетическим полем. Оказывается, после разрушения молекул ДНК остаётся их фантом, энергетический отпечаток, который непостижимым образом сохраняет всю генетическую информацию. Я ставлю препарат ДНК в лаборатору по светроссению. Я снимаю вот эти самые автокорреляционные функции, всё хорошо. Потом я убираю препарат ДНК, пустое кюветное деление. И вдруг я бросаю взгляд на осциллограф. А он продолжает регистрировать примерно такие же функции, только амплитуда гораздо меньше. 40 дней продолжалось. Через 40 дней исчезли. 40 дней. Только вдумайтесь в эту цифру. Может, она не случайно имеет сакральное значение? И явлением энергетической памяти ДНК объясняется вера в то, что душа человека покидает Землю на 40-й день после смерти физического тела. А за этим стоит физика. Физика фантомов. Давайте изучать. Это наука будущего. Я сколько раз призывал, давайте изучать эти фантомные эффекты. Они лежат в основе жизнедеятельности. Ещё удивительнее, что данные, зашифрованные в генах, оказывается, можно переносить с одного биологического объекта на другой. И этот метод творит чудеса. Считанная информация в виде поля подаётся на эти клетки-рецепиентры. Ну-ка, включите-ка вот этот ген. Он нужен сейчас. Ген включается. Это тоже передача, фактически дальняя передача управляющей информации. Эксперименты, которые специалисты провели на крысах, дали ошеломляющие результаты. С помощью специального оборудования учёные скопировали генетическую информацию поджелудочной железы здоровых грызунов. А потом передали её крысам, у которых этот орган был удалён. И они через 10 дней, 12 дней, у них идёт регенерация поджелудочной железы. Получается, что на нашу ДНК тоже можно воздействовать дистанционно, закладывая в неё любую информацию. Если мы можем регенерировать поджелудочную железу, то можем регенерировать всё. Кто отключил наш ген регенерации? И как его активировать? Можно ли вырастить новую руку или ногу? Будет ли это хорошо? Не подвигнет ли это к всплеску онкологических заболеваний? Неужели ВИЧ – это оружие, созданное для нашего уничтожения? Был внесён вирус СПИДа определённым количеством людей. Можно ли вырастить монстра в пробирке? Можно там человека с крыльями вырастить, потому что это принципиально, это возможно. И кто на самом деле стоит за передовыми технологиями человечества? Это привнесённая информация. Не пропустите! Такого вы никогда не видели. Продолжение следует... Продолжение следует...